У каждого мальчика должна быть собака. Собака делает из маленького мальчика мужчину. Она лучше любых учителей может научить ответственности с заботе и любви. Когда на тебя смотрят преданные, влюбленные глаза твоего пса, немыслимо быть трусливым, ленивым или вредным. В этом большом мире, где все принадлежит взрослым, твой пёс только твой и ничей больше. Из всех на свете людей только тебя он признается им единственным хозяином. И готов, не задумываясь, отдать весь мир, лишь бы тебе было хорошо. В Грузии, в горных деревнях раньше был обычай. Когда мальчику исполнялось 6 лет, ему дарили щенка кавказской овчарки. С этого времени мальчик уже считался мужчиной, будущим воином, охотником, пастухом. Благословенные мальчики, которым посчастливилось получить в детстве собаку. В моем детстве собаки не было, и покупать мне и родители не собирались. Как и не просил, не плакал, умоляя их подарить мне, как у моих друзей, которые жили в своих домах. Но в нашей маленькой неблагоустроенной двухкомнатной квартирке родители твердо сказали мне нет. Но пёс у меня, милостью Божией, всё равно появился. На соседней улице, где мы часто играли с мальчишками в разные игры, в большом старинном доме жила семья, в которой было двое детей, мальчик и девочка. С нами они не водились, а иногда прогулились по улице, ведя на поводке небольшую чёрную собаку с белой грудью. Девочка важно вышагивала, как взросла, и время от времени дёргала поводок, когда собака останавливает что-нибудь в унюхе, а в траве. Та покорно шла за ней следом, но было видно, что идти на поводке за девочкой ей не хотелось. Да вокруг было столько прекрасных, важных вещей, вроде кошки на заборе, играющих в мяч мальчишек, или зарытой в укромном месте косточки. Прогулки по тротуару были для пса не радостью, а наказанием. Иногда псу удавалось улизнуть от опеки, когда он убегал к другим собакам. Радостно лаял, гоняясь за кошками, вообще жил полной собачьей жизнью. Как-то раз я шёл из магазина, нёс в пакете хлеб и сосиски. Радут мне встречу, бежит этот пёс. Его звали полка, но был обыкновенной дворняшкой, на коротких лапах, с короткой шерстью, хвостом бубликом. Когда он со мной поравнялся, учил сосиски, заявлял хвостом, мол, угостишь? Конечно, я угостил. Я скормил псу почти половину пакета, а он позволил погладить за ухом и даже почесать живот. Потом проводил меня до самого дома. Так началась наша дружба. Иногда я брал из дома косточки и приносил их к этому дому. Когда пёс выбегал, он грыз эти косточки, а я его в это время гладил. Это была самая большая радость на свете. Была ведь настоящего пса. А потом семья, его хозяев переехали на новую квартиру, а его с собой не взяли, а оставили бабушке. Бабушка смотрела, за ним плохо. И скоро пёс стал появляться на улице, к моей радости, каждый день. Мы быстро стали, не разлей вода. Во-первых, мне и в голову не могло прийти, таскать друга на поводке. Со мной он был свободный, как ветер. Во-вторых, ему нравилось играть, бегать за мечом, который ему кидал. Лазить по кустам, ходить на ареху, где купался со мной. Ну и в-третьих, конечно, я каждый день приносил ему косточки, пирожок или котлету. Уже через пару недель пёс перестал провожать меня домой. Очевал у нас во дворе, под навесом возле сарая с дровами. Я сделал для него место, постелив старую фуфайку. Родители, конечно, удивлялись, когда увидели, что у них возле сарая живёт чужая собака. Мама спросила, что за дела. Я честно ей всё рассказал. «Ты же видишь, я говорю, я его не держу, ему нравится у нас. Пусть он живёт. Ну, пожалуйста». Мама у меня покачала голову, потом говорит, ну, давай так. Если этого пса придут искать, мы его отдадим безо всяких разговоров. А пока пусть живёт. Ну, так мы там и порешили. На деле через три, когда мы с полканом, как обычно, после школы играли на улице, неподалёку от старого дома, где он когда-то жил, неожиданно приехали его старые хозяева. На их окрик он к ним подошёл, нерешительно виляя хвостом, дал себя погладить и тут же вернулся ко мне. Мне как-то стало неловко за его такое вот холодное поведение. Я сам повёл его к ним. Хотя делать этого мне, честно, совсем не хотелось. Женщина достала что-то вкусное из сумки, дала девочке, чтобы та покормила пса. Но стоило той протянуть руку, как неожиданно для всех, пёс на неё зарычал, ощетинясь. Он стоял ко мне спиной, решительно расставив свои маленькие кривые ножки и рычал на своих собственных хозяев, готовых искусать. Я, выйдев, это мужчина сказал, «Посмотрите, он защищает от нас этого мальчика. Теперь это его собака, не наш. Увёл семью в дом, а мне на прощание сказал, «Я рад за тебя, полкан хороший пёс. Жаль, мы не смогли стать его друзьями. Береги его, нам всё равно одержать было негде». Потом мы с полка нас прятались за сараем, где нас никто не видел. Я гладил его и говорил, что он мой лучший друг. А он прыгал вокруг радостно, повизгивая, лизал мне лицо и руки, словно говоря, «Ничего не бойся, хозяин, я тебя никому не отдам». Так у меня появилась своя собака, с которой мы были верными, добрыми друзьями. Такие дела. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова